Бусидо Йоджи Анджо против Гарри Олбрайта. Ждем, пока бойцы появятся из раздевалок на ринге. Это Йоджи Анджо, совершенно очевидно. Я думаю, Анджо сейчас снимет маечку. Очевидно, как вот встал Анджо, так и пошел на ринг. К счастью, еще что-то реку успел одеть. Но это Гарри Олбрайт. Человек-гора, человек со шрамом. Кстати, Олбрайт уже одерживал победу над Анджо. А что касается Йоджи Анджо, то в последнем бою он победил нашего Виктора Зангиева. Но как ни крути, Зангиев это не Олбрайт, согласитесь. Даже взгляните на габариты. Вспомните Виктора Зангиева, посмотрите на Гарри Олбрайт, и вы все поймете. Йоджи Анджо, Сайтама. Место рождения и место жительства Йоджи Анджо. 26 лет ему, 210 фунтов веса и 6 футов рост. Ну вот, кстати, показывает поединок Анджо с Виктором Зангиевым. 22 боя провел Анджо на ринге, 9 побед одержал. Ну, а это уже Гарри Олбрайт. Парень из Монтана, человек со шрамом. 30-летний человек-гора. 350 фунтов его вес, 6 футов 4 дюйма рост. Кстати, он одержал победу над Анджо в своем дебютном выступлении на ринге UWFI. И несмотря на свой внушительный вес и рост, вот на такие габариты, он очень маневренен. И не так-то просто его поймать на болевой прием. Да, Анджо, конечно, нужно атаковать с дальней дистанции, поскольку, если попадаешь в тиски Гарри Олбрайта, то живым оттуда выйти очень тяжело. Пытается сейчас атаковать удары ногами Йоджи Анджо. Но вот, вот и тиски Гарри Олбрайта. Сейчас посмотрим, как он смеет воспользоваться своим преимуществом в весе. Анджо правильно делает, поближе к канатам. Поближе к канатам, поскольку любые такие объятия с Гарри Олбрайтом могут закончиться очень плачевно. Ну, сейчас, судя по всему, Олбрайт готовит бросок. Точно. Пытается подняться. Но в данном случае Йоджи Анджо повезло. Интересно, как долго Анджо будет испытывать судьбу. Ну что, вот он, бросок номер один в исполнении Олбрайта. Думаю я, что мы еще несколько таких бросков сможем увидеть, если только чудо не поможет Йоджи Анджо. Вот, посмотрите. Олбрайт готовит сейчас двойной Нельсон. Захват руками шеи. И, судя по всему, этот захват сейчас может пройти. И дальше, наверное, будет бросок через себя. Нет, не прошел, а попал на контратаку Олбрайт. Анджо молодец. Но вот близость канатов, несомненно, спасет. Ох, как! А вот Гарри Олбрайт может не просить вот такого удара. Но уже после остановки боя. Это точно. И сейчас понесется. Анджо ищет счастье на канату. Конечно. Мне кажется, Йоджи Анджо уже сам не раз, что вот так вот не сдержал своих эмоций и ударил Олбрайта по ребрам после остановки боя. Что-то сейчас будет. Для того, чтобы Олбрайту удачно провести на бросок, многого ему не надо. Нужно всего-навсего захватить ногу или руку соперника, а затем он уже как спрут щупальцами подтащит к себе и бросит. Но хотя сейчас Олбрайт попался якобы на болевой прием, но, судя по всему, этот болевой оказался не очень-то болевым. Судья останавливает поединок, говоря, что очень близко уже канаты. Ну что сейчас будет делать? Анджо, естественно, атакует, а Олбрайт идет на сближение с соперником. Ох, как бросил хорошо. И вполне вероятно, что сейчас Анджо уже не позавидуешь. Да, надо приходить в себя. Надо, конечно же, ползти к канатам Йоджи Анджо, поскольку таких возможностей Олбрайт может больше не предоставить. Ну, совершенно очевидно. Анджо сделал то, что и должен был сделать. Олбрайт лидирует по очкам, это совершенно очевидно. В очередной раз укладывает он Йоджи Анджо на ринг. Готовит очередной бросок, что и проходит великолепно. И вот такими бросками он может просто-напросто вымотать Анджо до нельзя. Еще один! Сможет ли восстановиться Анджо или нет? Есть серьезные сомнения. Все! Окончание поединка, это совершенно очевидно. Победил Гарри Олбрайт. Вот таким великолепным броском через двойной Нельсон. А вот Гарри Олбрайт кричит «Токада!». И это неудивительно, поскольку только одному человеку в UWF удалось справиться с Гарри Олбрайтом. Это «Токаде». И Олбрайт выкрикивает имя «Токады». Мечтает о реванше. Однако, положа руку на сердце, именно Олбрайт принудил «Токаду» сдаться в парном бою. Поэтому с технической точки зрения все-таки он одержал над ним верх. И все в Японии с нетерпением ждут повторной встречи. Но все-таки Олбрайту придется подождать.